Девушки отдыхают Сказали, выводите детей и забирайте документы, выходите, здание поехало Здание рушится. Сегодня во второй половине дня трещина на внешней стене дома номер 27 на 40 лет октября стала расходиться. Жильцов эвакуировали Я не ожидал, конечно, что от администрации будет такое решение не прийти на встречу, потому что были официально уведомлены и представители администрации, и представители управляющих компаний, которые тоже пришли и потом, увидев количество народов, убежали Встреча депутата с населением. Игорь Филиппов на своем округе провел встречу с жителями. Местные чиновники и работники управляющих компаний проигнорировали приглашение на встречу, в то время как большинство вопросов касались именно деятельности администрации ЖКХ Библиотечная ночь дает возможность каждому пришедшему сюда попробовать себя на одной из множества площадок. Например, можно отправиться поиграть в шахматы с героями фильма «12 стульев». Можно попробовать спеть песню из любимого фильма Акция «Библия. Ночь» – ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. Наряду с другими городами прошло и в Канске. Современная библиотека имени братьев Стругацких открыла свои двери для посетителей сверхобычного времени работы И теперь обо всем подробнее. В общежитии номер 27 начались строительные работы. Несмотря на отсутствие проектно-смертной документации, подрядчик начал разбирать крышу и вскрывать полы в той части здания, которая подлежит ремонту Между тем, дом по-прежнему официально не признан аварийным, а жильцов на время проведения ремонтных работ никуда не расселили. Подробности далее «В прошлом году был озвучен основной принцип работы администрации – это качество жизни населения. И первая главная задача власти в рамках имеющихся полномочий и в соответствии с приоритетами, заданными президентом Российской Федерации и губернатором Красноярского края, работать для людей и добиваться новых рубежей качества жизни населения». Эти слова главы города, сказанные несколько дней назад на отчете перед депутатами, жильцы 27-го общежития на свой счет принять никак не могут. Больше года они борются с городской властью, добиваясь элементарно человеческих условий для жизни. «Огороженные комнаты, все, которые огорожены, они все проживают. И я проживаю, меня он огородили». Единственные меры безопасности – это перегородки. На время ремонтно-строительных работ, которые начались в эти выходные, жильцы злополучного общежития остались в его стенах. Строители начали работу без проектно-сметной документации. Ее отсутствие подтвердило представитель администрации и подрядчик. «Проясните, пожалуйста, как вы без проектной документации начали работать?» «У меня сейчас не основные работы, а подготовительные». «В чем разница?» «У вас работы начались без проектной документации. На каком основании?» Сейчас в части общежития вскрывают полы и демонтируют крышу. Как это может сказаться на всем здании, неизвестно. Обращение с просьбой признать дом аварийным подписали 62 человека. Однако местные власти слышать их не хотят. О проблеме узнал губернатор Виктор Толоконский. Он поручил Надежде Качан определить план действий по решению данной проблемы. По обращению депутата Швыткина, прокуратура края проводит проверку бездействия чиновников. Однако действовать они все же начали, подвергая опасности жизни людей. Все документы, которые подрядчик предъявил приехавшей на место полиции, имеют подпись начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города. «Техническое заключение. Проект производства работ. Видите, ремонтно-восстановительные работы, части здания, конкретированного дома. Проект производства работ. Затем, естественно, техническое задание на выполнение восстановительных работ. Части здания. По всем разделам. За подписью. Ну, понятно, копия. Есть оригинал. За подписью. И он так. Сегодня уже разбираются стены, сносятся перекрытия. В общежитии пыль стоит столбом. Бригада работает в касках, но без респираторов. Вынуждены задыхаться от пыли и сами жильцы. Пленкой рабочую зону не затянули, лишь отгородились от лишних глаз деревянной стенкой. Вот, пожалуйста, загородили. Давайте показывайте разрешение. Есть у вас? Пусть спрятались. Сейчас жильцы общежития ждут независимого эксперта, который даст профессиональную оценку состояния здания. И выскажется о целесообразности затеянного частичного ремонта, цена которому 22 миллиона рублей. Вновь предоставить огласке свою проблему люди также планируют на встрече главы города с населением на этой неделе. И уже в 15 часов, когда сюжет о ситуации в бывшем общежитии был практически готов, стало известно, что жителей дома эвакуируют. При проведении ремонтных работ трещина внешней стены увеличилась в размерах. В срочном порядке рабочие побежали по комнатам, оповещая жильцов о срочной эвакуации. Люди вышли на улицу в чем были, а работы приостановили. На место съехались чиновники, которые от комментариев отказываются. Мы так напугались. Сказали, выводите детей и забирайте документы, выходите, здание поехало. Со слов жителей, рабочие начали разбирать здание с первого этажа. Убирали перегородки, били кувалдами. От такого воздействия общежитие повело. Сейчас все они стоят на улице с тем, что успели взять на скорую руку. Приехавшие на место представители администрации. Вместе с подрядчиком обошли помещение, стараясь скрыться от камеры. Представитель подрядной организации считает, что разбирать участок здания опасно. Его необходимо принудительно разрушить. Но прежде муниципальные чиновники и представители МЧС должны подписать соответствующие акты. Не обрушится ли из-за этого все общежитие, наверняка сказать нельзя. Люди вновь обратились за помощью к депутату законодательного собрания края Юрию Швыткину. Я незамедлительно тут же связался с старшим советником юстиции Каннской межрайонной прокуратуры Федором Евгением Викторовичем. И просил его также со своей стороны принять незамедлительные меры прокурорского реагирования. При необходимости в части, касающейся обеспечения безопасности жителей. Однако, как пережить предстоящую ночь, люди так и не знают. Как муниципальные власти в лице первого заместителя главы города Сергея Джамана и начальника управления строительства и ЖКХ Петра Иванца, их вопросы игнорируют. Скажите нам, пожалуйста, что нас ночью ожидает? Ночевка в палатках или так? Работают люди. Работают, правильно. И предупреждают, чтобы мы его самоосвободили в комнате. Что, издевательство над людьми, что ли? Он даже идет не разговаривать. Сейчас я буду руководить подрядной организацией. То есть, если она выкнет, то подрядная организация. Поехали. А голодали, да? Не хотим говорить, да? Правильно. Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», «Пятый канал». Видео для следующего материала от наших телезрителей. 22 апреля около 22 часов 40 минут на улице Некрасова напротив дома номер 47 произошло ДТП. Один из участников которого скрылся с места аварии. Сейчас его личность устанавливается. Водитель ГАЗ-31029, личность которого до сих пор не установлена, двигался со стороны улицы Эдемана в направлении улицы Московской и допустил столкновение с автомобилем «Мазда Фамилия», двигавшимся впереди в попутном направлении. От удара и на марку откинуло в дерево. Водитель «Мазды», девушка 24-х лет, получила множественные ушибы и обратилась в травпункт. Водитель «Волги» с места ДТП скрылся, бросив свой автомобиль на месте аварии. В настоящее время он разыскивается сотрудниками госавтоинспекции. Всех, кто что-либо знает о личности водителя автомобиля ГАЗ-31029, госномер К295УО, просьба обратиться в дежурную часть ГИБДД, либо по телефону 2-16-72. Для предупреждения пожаров на территории Каннска введен особый противопожарный режим. Но этих мер явно недостаточно. В прошедшие выходные местные огнеборцы неоднократно выезжали по различным адресам для тушения пожаров. Больше информации у моего коллеги Евгения Гамзюкова. На заседании правительства Красноярского края утверждено постановление о введении особого противопожарного режима в отдельных муниципальных образованиях региона для недопущения крупных возгораний. Режим действует с 20 апреля. В соответствии с этим постановлением на период действия особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ. Несмотря на введенные меры, многие граждане продолжают заниматься опасным сжиганием мусора и травы. В основном, чем обосновать всплеск загораний, это выход массовый на дачные массивы, уборка территории и, соответственно, элементарная холодность. Так, за прошедшие выходные пожарным пришлось более 70 раз выезжать на борьбу с огнем. В дачном поселке Курыш произошло возгорание деревянных построек. По данному факту на сегодняшний день проводится дознание. Лицо, причастное к возникновению, установлено. Следственная оперативная группа, которая незамедлительно прибыла на место, будет принято одно из решений процессуальные, либо административные, либо в порядке уголовного кодекса в случае причинения крупного материального ущерба. Не только пал травы может стать причиной возгораний. Заброшенные дома привлекают лиц без определенного места жительства. В поисках крова бездомные люди ищут защиты от непогоды, разводя костры прямо в помещениях и тем самым подвергая опасности не только своей жизни, но и окружающих. 23 апреля в районе 3 часов ночи случилось возгорание нежилого помещения по адресу Коростелева, 6. В пламени пострадало 48 квадратных метров заброшенного здания. К счастью, на этот раз в огне никто не пострадал. Встречу с населением 3-го избирательного округа провел депутат городского совета Игорь Филиппов. Общение получилось оживленным и даже напряженным. Люди ставили целью во что бы то ни стало получить ответы на свои вопросы. Народный избранник предпринял все меры, чтобы у жителей округа была такая возможность, однако не всем ожиданием от встречи суждено было оправдаться. Ольга Величко с подробностями. Вопросов у жителей 3-го округа, как и у большинства горожан, накопилось немало. Основная их масса касается проблем в сфере ЖКХ. Это и установка приборов учета тепловой энергии, не исключено, что это бремя ляжет на плечи рядовых граждан, и вопросы о повышающем коэффициенте в квитанциях за отопление. Ответов нет. Письма мы закидали всех. И прокуратуру, и потребный отзор, и администрацию, и так далее. Пока ответов нет. Хоть бы слово, кто сказал, что будет у вас что-то повышаться. Ничего. Была полнейшая тишина. Потом присылают квитанции специально на выходной. Рассылают, чтобы старики потряслись, подумали. Два дня никакого нигде ответа. И вот такое к нам отношение. Опять будет 10% уже повышение. Вот ответы нам надо. Не видно ли много при зарплате 8 тысяч? Вот скажите, зарплата 8, получается, я работаю в курсе. 8 тысяч получаю зарплату. За квартиру отдаю 6. 6300 уже. Как можно прожить на эти деньги? Напряжение нарастало, и депутату законодательного собрания Юрию Швиткину пришлось выступить в поддержку местного коллеги. Краевой парламентарий высказал негодование по поводу отсутствия на встрече представителей исполнительной власти. Я участвовал в виде конференции два дня назад, разговаривал с Путиным лично. И он четко определил, что независимо от этого должен быть во главе угла человек с его проблемой. И я этой точки зрения тоже придерживаюсь. И поэтому меня удивительно, я уж откровенно говорю, критически, что Филиппов, Игорь Александрович при всем к нему уважения, что Швиткин Юрий Николаевич при уважении и самокритичности, мы не профессионалы в этих областях. И мне удивительно, что нет представителей органов исполнительной власти города Каннска, которые должны разъяснять это население. Есть очаги напряжения, я сразу говорю, по данной проблеме во многих территориях. Но люди, как профессионалы и отвечающие за это направление, не приходят к населению и разъясняют, рассказывают. А ведь встреча для того и была организована, чтобы люди могли услышать из уст специалистов ответы на волнующие их вопросы. И депутат приглашал принять участие в общении и представителей администрации Каннска, и представителей сферы ЖКХ. Я не ожидал, конечно, что от администрации будет такое решение не прийти на встречу, потому что были официально уведомлены и представители администрации, и представители управляющих компаний, которые тоже пришли и потом, увидев количество народа, убежали, то есть не стали объясняться с народом. Ну, у людей уже накопилось, то есть очень много вопросов, очень много проблем. Люди просто не могут молчать, видя на то, что происходит в городе. И несмотря на то, что приглашенные чиновники и представители управляющих компаний встречу просто проигнорировали, общение состоялось. Вопросы горожан были услышаны их избранниками. Сегодня люди уже не боятся вслух говорить о своих проблемах, и намерены в четверг прийти на встречу с главой Каннска Надеждой Качан, чтобы лично оценить ее отчет относительно ситуации, сложившейся в Каннске. Проблем в городе много, но судя по обстановке в городе, сегодня самой животропящей проблемой стала проблема повышения коэффициентов на тепло. Это сильно ударило и по пенсиям, и по зарплатам, кто работает. И вот, смотрите, представители, скольких домов были здесь. Это здорово. Первый раз так было. Еще долго люди не расходились, получив возможность лично пообщаться со своим депутатом, с депутатом соседнего четвертого округа Артуром Макротычаном и краевым парламентарием Юрием Швыткиным. Каждый стремился рассказать представителям власти о наболевшем и попросить о поддержке. Ольга Величко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. После короткой рекламы вы узнаете. Выступление экстремалов, караоке, песен из любимых фильмов. Главная роль в кино и фейерверк – все это «Библионочь», прошедшая в Канске. Музей школы номер два в числе лучших в крае, за что получают копию знамени одной из войсковых частей региона времен Великой Отечественной войны. Флорбол, турнир по этому необычному виду спорта, прошел накануне на площадке «Фок-Дельфин». Не переключайтесь. Выбирайте качество, выбирайте вкус, выбирайте хозяюшку. Хозяюшка – вкусно, как дома. Подрастет Анечка? Подумаем о Славике. Вырастет Славик – работать пойду. Возьмем ипотеку и квартиру побольше купим. А нам Петенька с ипотекой помог. Капитальчик ты мой пухленький. Материнский капитал растет с каждым годом. Направьте его на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсию мамы. Обращайтесь в пенсионный фонд по месту жительства. Пенсионный фонд России. Вова, нам срочно нужен Славик. На работе отпросись. Дело государственной важности. Новая городская библиотека имени братьев Стругацких провела первое массовое мероприятие под названием «Библиотечная ночь». Чем организаторы удивляли посетителей, знает мой коллега краевого телеканала Енисей Леонид Юрков. Канск присоединился ко всероссийской акции «Библиотечная ночь». Стартовала она с показательного выступления местных экстремалов. А райдерам есть что показать. По результатам недавних соревнований один из спортсменов вошел в десятку лучших в стране. Да и сама площадка обновилась за зиму. БМХ это я считаю, что не только спорт, это у нас еще есть более такая проектная деятельность. То есть ребята помимо катания еще защищают проекты, пишут на материал, то есть деньги. Вот мы постепенно обустраиваемся, постоянно производим какой-то ремонт. Главные же действия вечера развернулись в библиотеке, которая на один вечер превратилась в небольшую киностудию. Библиотечная ночь дает возможность каждому пришедшему сюда попробовать себя на одной из множества площадок. Например, можно отправиться поиграть в шахматы с героями фильма «12 стульев». Можно попробовать спеть песни из любимого фильма. Можно попробоваться на главную роль в коротком метре. Или вовсе отправиться в «Зазеркалье». Всего таких площадок семь. И каждая так или иначе связана с кинематографом. Например, студия «Читай кино». Пространство на ней стилизовано под фильм «12 стульев». Мой папа был турецко-подданный. Сделать фото на памятере, сыграть небольшую сценку из фильма может каждый. Активное участие щедро поощряется. Сегодня, я хочу сказать, у нас действует местная валюта «Библион». Это тоже такая находка. Библиотечная валюта. И в течение вечера посетители могут получать эти библионы. А в конце самому активному посетителю будет вручен приз. Истинных киноманов ждала викторина. Лучших певцов – караоке-битва. А для любителей пощекотать нервы, свои двери открыла комната страха. Держите! Бегите! Я вас не могу там! Сердцем киностудии имени Стругацких стала площадка «Играй кино». Под руководством библиотекарей гости снимались в юмористических сценках. Исполнители лучших ролей в конце вечера ждала награда – «Золотая еловая ветвь». Мне показалось это очень интересным, проявить себя в роли такого высокого человека, власти, при деньгах. Мне кажется, это способ проявить себя. Завершилась библионочь мастер-классом «Танцуй кино». На площадке перед библиотекой гости разучили танцы из знаменитых советских и российских фильмов. Даже «Остров невезения» попал в программу. Словом, никто не ушел обиженным. А теперь полезная информация. Выставка продажа самоцветов, изделия из натурального камня серебра, калининградский янтарь и алтайский мед. Все это до 30 апреля включительно в выставочном зале на Придмостной площади. На прошлой неделе были подведены итоги заочного этапа краевого фестиваля школьных музеев. В числе лучших – музей Каннской школы номер 2 «Горьковец». На небольшой площади всего в один кабинет школьные краеведы уместили историю своей школы, немалое место в которой заняла Великая Отечественная война. Эта медаль – единственная памятная награда, которая досталась семье Вите Леонова от прадеда фронтовика. Служил где, не помню, даже не знаю. Он был связистом на фронте, не был ранен, вернулся с войны 1945-го. Почему решила произвести медаль сюда? Ну, чтобы память осталась не только в нашей семье, но еще и в музее. Почти все экспонаты в школьном музее «Горьковец» – это подарки работников, учителей или учеников. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, занимает здесь особое место. Много выпускников на фронте воевало. Наша школа гордится тем, что один из героев Советского Союза Каннцев – это наш бывший ученик Владимир Игнатович Шабалин. Ежегодно ученики школы проводят 3-4 поисково-исследовательских работы на тему Великой Отечественной войны. Одна из них в прошлом году увенчалась большим успехом. Сочинский музей подарил школьникам артефакт из поля боя под Новороссийском, в котором погиб еще один выпускник школы – Арсений Петрович Москвин. Решил попробовать себя в роли исследователя. Вот чему выбрал сразу – это Арсений Петрович Москвин. Потому что, ну, первое, что меня удивило, это у него наград очень много. Это, во-первых, два ордена боевых Красного Знамени, орден Ленина и орден Отечественной войны посмертно. А это материалы для экспозиции, которая появится в скором времени. Ее готовит ученица школы Валерия Мартынова. Это будет рассказ о нелегкой судьбе ее прабабушки Пелагеи Ивановны. Она была труженицей тыла, работала на ткацкой фабрике в подмосковном Высоковске. Фабрику начали эвакуировать. Ее эвакуировали в Канск. И здесь, получается, они приехали сюда в феврале 1941 года. И вот все это оборудование они выкружали голыми руками прямо в снег. Вот и женщины, даже вот дети маленькие помогали, таскали это все. А стены возводились прямо вокруг оборудования. А первая ткань была под открытым небом выпущена. 19 апреля Министерство образования края опубликовало результаты заочного этапа ежегодного фестиваля школьных музеев. В одной из номинаций горьковцы заняли второе место, за что получат копию знамени одной из войсковых частей региона времен Великой Отечественной войны. Оно будет храниться в школьном музее в ближайший год. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости. Далее новости спорта. Флорбол. Такое название имеет разновидность хоккея с мячом. Турнир по флорболу прошел накануне на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин». Побороться за победу вышли три коллектива. Вацлав Малицкий познакомился с особенностями игры и расскажет о результатах поединков. На коробке спорткомлекса «Дельфин» в субботу скрестили необычные клюшки четыре команды. Две Каннски, одна из Каннского района и гости из Красноярска. Флорбол – разновидность хоккея, пришедшая к нам из Скандинавии. В последние 20 лет флорбол уверенно набирает популярность и поклонников. В Каннске нынешний турнир уже четвертый по счету. Уже четвертый год, у нас второй год, мы пытаемся популяризировать и развивать этот вид спорта. Динамичный, интересный и не требует больших экономических затрат. Потому что инвентарь, вот эта клюшка пластиковая и пластиковый мячик. Помимо особенной клюшки и полого мяча, флорбол отличает от других видов хоккея ровная площадка и число игроков. Шестеро в поле и один на воротах. Первыми осваивать новый хоккей стали те, кто и на коньках держится вполне уверенно. Когда еще в Красноярске не было крытых катков, нужно было чем-то летом заниматься. Ну вот решили попробовать. Сначала играли обычными хоккейными нашими клюшками. А потом, чем дальше, тем больше. Привезли со Швеции первые клюшки и начали играть уже вот такой вот вид спорта. Ну мы называем флорбол, но вообще это, по сути дела, флорбол просто более приспособленный к нашим таким условиям. Это хоккей с мячом, то же самое. Просто не на коньках, а пешком. Вот, в красотках. Площадку для флорбола уже традиционно предоставил спорткомплекс «Дельфин». Здесь считают, что необходимо поддерживать всех, кто так или иначе хочет активно двигаться и приобщаться к здоровому образу жизни. Вообще это интересно, это ново и действительно хочется развивать такие виды спорта, потому что есть очень много людей, которые интересуются данным направлением, вариацией хоккея. Поэтому мы всячески поддерживаем и готовы проводить еще и еще такие турниры. Что касается чисто спортивного итога, то здесь удача сопутствовала гостям из Красноярска. Команда «Торнадо» в круговом турнире одержала три победы в трех матчах. Отгрузив в ворота соперника 15 мячей, а пропустив только дважды. Владслав Малицкий, Вячеслав Морозов, Пятый канал. И о погоде на ближайшие дни. Предстоящая неделя обещает быть хоть и умеренно, но все-таки дождливой. На время со вторника до воскресенья прогнозируется устойчивая облачность и небольшие осадки. Колебания температуры в ночные часы от минус одного до плюс двух. В дневное время воздух может прогреваться до отметок в плюс 5-13 градусов. Что касается уровня воды в реке, то под данным ГОИЧС угроза подтопления районов города на этой неделе отсутствует. При критическом уровне в 350 сантиметров на сегодня вода находится на отметке в 150 сантиметров. За прошедшие выходные даже наметилась тенденция на уменьшение. Более подробный прогноз погоды на вторник завершит наш сегодняшний выпуск. А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте. Тройное W.5-канал.инфо. Не забывайте, заходите на наши странички в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Эта дата появилась в официальном календаре спустя 26 лет после аварии на Чернобыльской АЭС. Печально известный на весь мир. Этот день позволяет отдать должное людям, которые принимали участие в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией. Приближается пасхальная неделя. Торговая сеть возле дома и магазина «Булочная» желает, чтобы ваш дом наполнился уютом и благополучием. А мы готовы наполнить его ароматом свежей выпечки и кондитерскими изделиями. Вкусная традиция готовить к пасхальной неделе ароматную красивую выпечку. Пышные куличи, вкуснейшие кексы, торты и пирожные, расписные пряники, печенье ручной работы и воздушные капельки безе. Пасхальная выпечка во всех павильонах торговой сети возле дома и в магазинах «Булочная». На 40 лет октября 52 и Эйдемана 22. 26 апреля пасмурно. Ветер восточный. 24 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра втутного столба. Температура ночью. Минус 1, плюс 2. Днем. Плюс 9, плюс 13. С вами была Татьяна Горань. Желаю вам отличного настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин